Всем привет мои дорогие друзья, с вами снова я Даналия и сегодня у нас будет видео о покупке лузитарской лошади с весеннего весткового ивента, потому что как раз сегодня последний день, а завтра уже среда, обновление будет следующее и этот ивент пропадет и разумеется все те лошади, которые сейчас продаются на этом ивенте тоже пропадут, а так как всех остальных лошадей я уже успела купить, чем я очень рада, потому что я не капельку на жилье, потому что вот каждый из этих лепецанов, он уникален, у меня вообще каждому свой характер, характер свой привязан своя какая-то особенность и этот шоколадный лузитан, а те лошади все волшебные, я ни капли вообще не жалею, что покупаю их всех. На сегодня у нас остался был милый лузитан, просто волшебнейший лузитанец к речку, детства к детям ска, у меня 4984, я вчера тут потратилась немножечко, так молюсь, но об этом вы узнаете возможно в следующих видосиках. Так, силы у него 3, дисциплина 2 и гибкость 2, описание читать я не буду, потому что ну не первая лошадь в моей жизни, так кому надо тебе почитать. Вообще покупаем лошадь, он такой классный, мне так ассоциируется с лошадьми и всяких этих принцесс из мультиков и все такое, потому что он реально классный, раньше у меня ассоциировался белый какой-то, какой этот, белый лузитан, а сейчас и меня ассоциируется вот чисто вот этот, чисто в речку, давайте посмотрим как его назвать, да, Амаз, Безумие, Бант, мне интересно тут рыцарь есть, я не помню, у меня, если есть здесь 7 рыцарь, у меня вроде бы нету рыцаря, но я могу запутаться, потому что столько сейчас тут вообще, у меня лошадей, я в шоке, я не знаю как я потом называть их всех буду, на этот буду, просто перейдем. Гениально, гениально, Моншер, я тебя назову на другом языке, так что, ребята, извините, мы придется подождать, пока я перезайду на, наверное, французский или английский лаунчер, чтобы назвать его на другом языке, подождите немножечко. Итак, спустя долгих мучений я его все-таки назвала, и непонятно, почему тут все-таки английские имена, потому что вначале вроде бы тут все на французском было, а потом как бы появились английские слова, то есть, мне кажется, тут смешку вообще, какие-то слова английские, какие-то французские, но тем не менее, я его назвала Light Diamond, светлый алмаз, хотя, в принципе, это имя больше подошло бы для светло-серого лаузитана, но по мне так оно и к нему тоже очень хорошо подходит, так что, Light Diamond, добро пожаловать! Ооо, я даже прочесть могу, А дальше я не успела прочитать, я давно не практиковалась во французском. Аааа, perfect. Прекрасное чувство. Даже нет, я бы сказала, волшебное чувство. Встретимся уже на конюшне. Вот мы и на конюшне. Вот мы и на конюшне. Так, нужно сразу снять амуницию, положить и поставить образ за, потому что у меня толсток лошадей, я просто с них уже амуницию не снимаю, потому что я их всех качаю. Где-где-где-где-где-где-где-где? Вот ты где! Вот ты где, мой хороший! Какой же ты классный! Ооо, какая гречка-то! Не, то, что разрабы начали добавлять лошади с классными окрасами, это просто волшебно. Но, я имею в виду то, что окрасы нестандартные, там гнидой, рыжий, а ещё и гречка, и вот всякие грибы, и такие шоколадные оттенки, саловые. Потом бегих модеры разновидностей стали добавлять. Ооо, какой же ты классный! Я думаю над тем, чтобы изменить ему прическу, но даже тебе не знаю, что как-то не хочется. Вот так вот он выглядит по сравнению с... С... Лепицааном в гречку. Как видите, моделька, как бы, я имею в виду, окрас у них разный всё-таки, то есть, да, не в гречку, но это не одинаковая палитра. То есть, она специально подобрана под каждую лошадь отдельно. Так что, да, в принципе, они разные. А не то, что, например, вы купили две лошади, и они абсолютно на одинаковых мастерах. Абсолютно одинаковые. Нет, они разные. Это очень классненько. Так, сейчас-то надо подобрать какую-нибудь одежоночку. Одежоночку, так, не официанчик. Тебя мы поставим где-то... Вот, конечно, вечно такой глюк происходит, что когда мы садимся с одной лошади на другую, у нас пропадает... Попадает сама лошадь. Это было не очень хорошо. Так, надо что-нибудь официально. Так, что мы официально-то... Ммм... Может быть, так? Мне здесь нужны другие брюки. Мне были белые. Вот. Так, 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 так. Ммм... Ну, в принципе, кстати... Вот, 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 из-за соборки... Так сойдет. О-о-о-о, какой он классный. Только надо надеть на него нагавки. Как он не будет смотреться с нагавочками? Нагавочки, вы где? Все на французском, но уже настолько все привыкшие, что где лежит, что уже даже не сможешь, куда нажимаешь. О-о-о, вот эти вот одену. Потому что если белые... Ну, так себе нормально. Так, а это я серые одела. Светлый-серые ведь нагавки, да? Вот это да. О-о-ой, как уже он классный. Почему, кстати, разработчики не сделаны в этом поле, связанные с у него со средневековьем? Это было бы очень классно. Представьте себе всякие шлемы, костюмы, похожие на рыцарей. И, допустим, платья средневековья, прически средневековья, боже, это самые классные косы, плетения и все проще. Так, надо поехать посмотреть ему прически. Так что, встретимся там. Вот мы и приехали. Все так на французском написано. Прямо вообще. Классно-классно. Так, вот так на нем смотрится коротенькая стрижечка. Кстати, неплохо она на нем смотрится. Мне даже нравится. Но... Не знаю. Так, значит, шишечки напоследок. Хмм... Ух ты, на нем вот даже эта стрижка очень классно смотрится. Да-а-а! Я даже не думала, что она будет так шикарно на нем смотреться. Хмм... Так, если эта... И эта тоже хорошо на нем смотрится. А шишечки? Хмм... А вот с шишечками я даже не знаю. Сложная как-то. Потому что он и так, в принципе, классный, но шишечки тоже хорошо. Просто я очень люблю делать лошадям. Шишечки это делает... Придает он более спортивный вид. И это как-то даже их прокачивать очень сильно хочется. Ну ладно, давай запустим те шишечки. О-о-о-о! О-о-о! О-о! Вот это я понимаю! Конь! Ла-о-о-о! Э-о-о! Надо заставочку делать. Я не знаю, почему я сейчас во время видео люблю делать фотографии на заставочку, наверное, потому что вы видели, как, что ли я это делаю. Хотя, в принципе, сейчас сложно. Хотя нет, у меня есть много моих друзей из клуба, которые, когда видят, там, допустим, мои скриншоты, спрашивают, как ты так делаешь скриншоты? Скажи, пожалуйста, у нас не получается так классно делать скриншоты. Я не знаю, я просто вот вижу, точнее, у меня появляется мысль, я делаю так, чтобы появилась эта поза, и щелкнуть. Я даже в настройках тут не копаюсь, просто вот так вот. Да, вот так вот. Видите? Вот, все. В чем? Ну, иногда я делаю два разных ракурса, потому что не могу определиться, а во время того, как я редактирую в фотошопе заставочки, я уже точно могу сказать, какая из картинок мне больше нравится. Вообще, вот такой вкусненький коняшка, какой же он милый просто. Ой, я знаю, нужно съездить и проверить, как он выглядит рядом со светло-серым своим родственником. Так что, надо прийти посмотреть, это же так любопытно. Пока ехала по дороге, встретила девочкой на беженом цвета, она тоже лошадь, которую я очень сильно хочу, но чуть попозже, пока что хватит транжириться. Тем более, что в эти среды, похоже, и на новых лошадок добавить. Ну, в общем, смотрите, не буду явным, потому что я до нее докапываюсь, но я просто хотела показать, что какая разница между гречкой и вот этим вот бежевым, изабелловым, лузетаном. Я вырезаюсь во что-то. А, все, девочка убежала, ладно. Ну, надеюсь, вы увидели разницу. А сейчас едем через светло-серый. Вот мы и приехали, вот стоит светло-серый лузетанчик. И мы сейчас вот поставим рядышком для сравнения. Так, нет, не точно. Хватит нутой башкой, коняшкой. Как видите, они очень, просто по ощущениям, похожи на пролога, потому что у них начальная заливка светло-серая, но все-таки они чутко отличаются. Ну, по мне такое восприятие, ну, что они не слишком разные почему-то. То есть, как бы, да, гречка и просто светло-серый. Но, по мне такое, вот, праздница не такая уж и большая. Ну, могу сказать точно, что они оба классные. Но, я все-таки вот купила гречку, хотя хотела этого, но думала, может быть, потом я и этого куплю и оставлю его с отогрева. Потому что вот этого коня я точно оставлю с длинной белой глины. Хотя, кто меня знает, просто у Даши сейчас опять любовь к шишечкам. Просто любовь к шишечкам. И ничего страшного, так это. Это надо пережить, просто пережить. В общем, спасибо, что вы были со мной в этом видео. С вами была я, Даналия, и последний конь, последний конь из тех лошадей, которых привезли на весенний ивент. Light Diamond, шикарный конь, просто волшебный. Я не жалею ни капельки, что купила всех тех лошадей, которых я купила. И если вы можете покупать лошадей, и вам это хочется, то покупайте. Я думаю, вы никогда об этом не пожалеете. Так что, всем пока, с вами была я, Даналия. Не забывайте померевать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. А еще лучше, просто гулять и наслаждаться временем, проведенным в стадии. Всем пока! Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok